24-летний уроженец села Ченахыр-Хачмасского района Рагим Сардарлы с первых дней Отечественной войны отправился на фронт добровольцем. Он принимал активное участие в боях за Джебраил и Губадлы. В боях за Шушу Рагим пал смертью храбрых. Отец шахида Рафик Мамедов отметил, что Рагим пользовался большим уважением в селе, а также среди друзей и знакомых. Рагим всегда считал, что должен находиться только на передовой и что его имя обязательно должно быть в числе ветеранов и шахидов родного села. Мы разговаривали по телефону, он всегда старался нас успокоить. Говорил, мы сломили врага, победа совсем близка, я вернусь в родной дом, как герой. Мать шахида сообщила, что Рагим Сардарлы в этом году осуществил свою мечту и стал студентом Университета культуры и искусства, но выбрал родину. Он был не нашим сыном, а сыном родины. Рагим с детства был лидером по характеру, часто проявлял инициативу. О нем можно говорить только хорошее. По словам сестры Мелик Мамедовой, Рагим был опручен, шла подготовка к свадьбе. Он обещал мне вернуться. Говорил, не волнуйтесь, я вернусь так же, как и ушел. Своей невесте он тоже обещал вернуться, как герой. Так и произошло. Я горжусь своим братом-героем. В последнем своем звонке Рагим сообщил об ожесточенных боях, идущих на фронте и о жизнедневном продвижении нашей армии. Он также сказал, что наша армия уже подошла к Шуше и в скором времени Карабах будет полностью освобожден. 8 ноября, в день освобождения Шуше, семья получила известие о том, что Рагим стал шахидом. Герой Отечественной войны шахид Рагим Сардарлы был похоронен в родном селе Чанахыр, где родился и вырос. Расбережением президента Ильхам Алиева солдат Рагим Сардарлы был награжден медалью за родину посмертно. Президент Азербайджанской республики, верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев посетил освобожденный от оккупации Губадлинский район. В ходе поездки глава государства встретился с азербайджанскими солдатами. Верховный главнокомандующий отметил, что азербайджанский солдат показал свою силу всему миру. Сейчас мне сообщили, что в высших военных училищах ведущих стран мира изучают нашу боевую тактику. Это новшество, сказал президент Ильхам Алиев. Президент Азербайджанской республики, Президент Азербайджанской республики, Президент Азербайджанской республики, В ШУШЕ состоялось открытие нового административного здания службы государственной безопасности. В мероприятии приняли участие начальник службы государственной безопасности генерал-полковник Алина Гиев, члены коллегии службы, сотрудники Шушинского районного управления, взагопоставленные офицеры других правоохранительных органов и территориального гарнизона. Государственный флаг перед зданием поднял лейтенант СГБ Бейляров, который в результате вражеской оккупации в 1992 году в возрасте трех лет был вынужден вместе со своей семьей покинуть Шушу. Прозвучал государственный гимн. Состоялось служебное совещание с участием членов коллегии СГБ и руководства управления Шушинского района. Начальник службы государственной безопасности также встретился с военнослужащими Шушинского гарнизона. Им были вручены праздничные подарки от имени СГБ. Затем участники мероприятия на Джедер-Дюзю посмотрели концертную программу, впервые за 30 лет организованную культурным центром СГБ для военнослужащих, проходящих службу в городе Шуша. По приказу министра обороны Азербайджана, несколько комиссий, состоящих из специалистов, за короткое время осуществили проверку размещения личного состава и бытовых условий в войских объединениях. Об этом говорится в информации Министерства обороны. Сообщается, что в результате комплексных проверок системных проблем в вопросах обеспечения в целом не обнаружено. Тем не менее, были выявлены незначительные недостатки, которые были немедленно устранены. Некоторые должностные лица, проявившие халатность в исполнении своих обязанностей и допустившие ошибки, были наказаны. В их отношении были приняты соответствующие меры, отмечается в сообщении ведомства. С 1 января 2021 года в Азербайджане заработной платы всех работников по найму будет взиматься плата в размере 2% от заработной платы по обязательному медицинскому страхованию. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию. Данная мера проводится в рамках перехода со следующего года к системе обязательного медицинского страхования в 36 городах и районах страны. К ним относятся Генжа, Нафталан, Ширван, Газах, Акстафа, Тувус, Шанкир, Гедабек, Дашкесан и другие города и районы. В Баку, Сумгаите, Апшироне, Ханкинде, Губадлы, Зангелане и Шуше система обязательного медицинского страхования будет применяться с 1 апреля 2021 года, отмечается в сообщении. Азербайджанская сторона решительно настроена реинтегрировать граждан армянского происхождения, проживающих в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской республики, в социальное и экономическое пространство страны, обеспечивая без дискриминации равные права и свободы всех граждан Азербайджана, независимо от их этнической и религиозной принадлежности. Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на заседании в исполнительном секретариате партии Ени Азербайджан в формате видеоконференции на тему «Великая победа в отечественной войне. Взгляд в будущее Азербайджана и региона». Министр отметил, что с этой точки зрения Конституция Азербайджана обеспечивает соответствующую правовую базу. Наши взгляды в связи с дальнейшим развитием, восстановлением и реконструкцией региона были открыты, выражены главой государства, были озвучены заявления в связи с созданием в регионе новой платформы сотрудничества. Такие рамки сотрудничества и совместные работы, безусловно, могут быть полезны для всех стран региона. Если руководство Армении сделает правильные выводы после войны и откажется от своих необоснованных претензий, будет смотреть в будущее со здравым смыслом, то и им может быть место на этой платформе. Таким образом, в будущем риск войны в регионе будет сведен к нулю, подчеркнул глава МИД Азербайджана. Начались работы по прокладке автомобильной дороги Гарадизминдживан, государственная граница с Арменией. Об этом сказал пресс-секретарь госагентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли. По его словам, в настоящее время ведется проектирование этой дороги. Раньше по этой дороге можно было попасть на территорию Армении и оттуда в Нахчеван. Однако, в результате агрессивной политики соседней страны, наша сухопутная дорога с Нахчеваном была закрыта. После освобождения наших земель от оккупации возникла необходимость в новой дороге до Армении. Вероятно, в соответствии с пунктом, отраженным в трехстороннем заявлении об открытии коридора в Нахчеван, в будущем эта дорога может быть продлена в направлении Нахчевана, подчеркнул представитель госагентства. Анар Наджафли отметил, что проектируется также дорога Губадлы-Лачин, которая станет ответвлением от дороги городе Зминджеван, государственная граница с Арменией. Между Ираном и Азербайджаном достигнута окончательная договоренность о строительстве двух гидроэлектростанций на реке Араз. Об этом сегодня сказал журналистом министр энергетики Ирана Ризар Деканьян. По его словам, потенциал выработки электроэнергии на этих станциях составит 280 мегаватт-часов. Вчера были решены финансовые вопросы, связанные со строительством худоферинского гидроузла. Он регулирует 1,6 млрд кубометров воды в год и будет обеспечивать водой территорию 120 тысяч гектаров, отметил иранский министр. Ардеканьян напомнил, что четыре года назад Иран и Азербайджан подписали соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию гидроузлов худоферин и гызголосы. Лидер партии, просвещенной Армении Эдмон Марукян не считает, что следующую власть в Армении можно сформировать на улице. Нужно работать в парламенте. Другого варианта решения проблемы нет, хотя полностью исключать, что Пашинян может уйти под давлением улицы, нельзя. Об этом сказал Марукян, комментируя для спутника Армении сложившую ситуацию в стране. По мнению Марукяна, есть два пути конституционного решения вопроса. Один из них – добровольная отставка пемьер-министра. Если он это сделает, то в парламенте есть два оппозиционных субъекта, которые могут выдвинуть кандидата. Наша партия выдвинет мою кандидатуру. Прответающая Армения на данный момент намерена выдвинуть Вазгена Марукяна. Но у кого сколько шансов, трудно говорить. Я думаю, у нас больше шансов, чем у кандидата 16 партий. Если же пемьер не подаст в отставку, то можно начать процесс импичмента. Однако для этого необходимо отменить военное положение. Отказ властей уйти, по его словам, приведет к углублению кризиса.